Привет, ребята! Давно не беседовала с вами, если честно. Много всяких событий происходит в жизни. Много всего. И давно я не беседовала с вами, вот просто общение. У меня всё какая-то информация, чего-то стараюсь поделиться. А вот так просто поболтать и не приходилось. Всё-таки существует жизнь до и после Ютуба. То есть жизнь, которая у меня была до Ютуба, и жизнь, которая у меня стала после того, как у меня открылся канал. Вы знаете, я в жизни ничего не могу сделать, чтобы не подумать про вас. То есть кроме того, что смотрят много моих друзей этот канал, друзей семьи, людей, которые знают меня с детства, этот канал просто смотрят мои подписчики, люди, которые меня в принципе не знают. Но вот я хочу сказать, что всё, что я делаю в жизни, с тех вот уже два с половиной года скоро, я думаю с мыслью о вас. То есть если я куда-то еду, не дай бог, я забыла камеру, у меня портится настроение. Я и так всегда любила снимать на самом деле. Всегда я везде с камеры ходила, и у меня я люблю фотографировать, я люблю снимать, я очень люблю делать семейные архивы такие. Вот, для меня это очень важно, чтобы какая-то память осталась. Потому что вот смотришь на ушедшее поколение дедушки, бабушки мои, да, нету фотографий почти никаких, не сохранилось, единичные фотографии. От одной бабушки ещё хоть что-то, если от второй вообще ничего нету. И смотришь, думаешь, господи, ну не упустить хотя бы, чтобы родительские фотографии были, чтобы была какая-то история, чтобы ты мог что-то рассказать своим детям. И когда, в общем-то, нас когда-то не станет, чтобы нашим детям осталось что-то, чтобы они могли посмотреть, вспомнить, увидеть себя маленькими. Вот кроме всего этого, я поняла, что я не могу, чтобы не поделиться с вами. И мне хочется всё рассказать и всё показать. И в последнее время я очень много переосмысливаю свой канал. Ну, помимо своей жизни я всегда переосмысливаю, да, но я переосмысливаю свой канал. И я, конечно, у меня есть определённая целевая аудитория людей, которые бы я хотела, чтобы меня смотрели. Потому что я свой блог начинала для своих друзей, для того, чтобы рассказать им про мою новую жизнь. И потом со временем как-то получилось, что я сделала этот блог каким-то информационным, информативным, для иммиграции. На самом деле я не хотела этого. И со временем, и чем больше проходит времени, вы знаете, ещё летом, когда было два года канала, я говорила об этом, что я не хочу продолжать иммиграционную тему, потому что столько об этом уже сказано, столько существует блогеров. И у каждого блогера есть какой-то свой плейлист про иммиграцию. Сегодня можно сделать по интернету всё, начиная от как подавать документы, и как процесс проходит, и как он завершается, и как люди прилетают, и как люди обустраиваются. И всё-всё-всё это есть. Есть и видеоблогеры, есть и просто блогеры, которые пишут об этом. Есть множество-множество этой информации. И поэтому получилось, что я стала какой-то человек из массы. То есть ещё один человек добавился в этом всём огромном океане информации. Я стала какой-то такой маленькой каплей. И вообще я не собиралась становиться большим озером каким-то там, да. Но это не была в принципе моя цель. И я сейчас, возвращаясь к истокам, понимаю, что я хотела делиться про свою жизнь новую, про свои впечатления, вообще о жизни в Канаде. Конечно, три года назад многое не изменилось внешне. То есть мы в принципе не поменялись, мы не постарели там на 10 лет, да. Но, конечно, очень много изменилось в нашем мышлении, в нашем видении, в нашей жизни, в нашем подходе к жизни, вообще во всём. И мне этим всем, конечно, хочется делиться с вами. И я просто хочу сказать, что всё больше и больше я хочу делать видео просто про свою жизнь. И вы можете это всё наблюдать. Вы знаете, что у меня был тест. Многие меня интересуются. Вот я за что вам благодарна, что всё-таки есть внимательные зрители. Кто меня внимательно слушает, смотрит. Вы увидели, что было у меня видео о походе в Welcome Center с Employee Specialist, да, человеком, который занимается, специалист по трудоустройству. Вы интересовались, как прошла моя встреча. Могу вам честно сказать, я человек вообще такой, как вы видите, я эмоциональный. У меня всегда очень много ожиданий. Я вообще человек ожиданий. Я себя называю человек ожиданий. Потому что у меня всегда какие-то ожидания, и которые, как правило, они часто оправдываются, когда они касаются по отношению ко мне, ожидания самой к себе. Я их, как правило, оправдываю. Но к другим или к каким-то вещам, или к другим людям, они очень часто меня подводят. Поэтому я уже по жизни научилась, что если у меня есть какие-то ожидания, то я их должна обрубить, потому что иначе я буду очень разочарована. И в этот раз почему-то я так перенялась вот этой встречей с Анной, о которой я вам говорила. И я с таким настроем побежала на встречу с этой Лусяной. И она, конечно, приятная женщина. Конечно же, не поставит в таком месте работать человека, которому, в принципе, параллельно на людей. И абсолютно посрать, что там будет с их карьерой, с их работой, с их обустройством. Абсолютно такие люди не работают в таких организациях. Конечно же, она была очень приятная, очень располагающая такая. Слушала меня, конечно, с удовольствием. Выслушала, спрашивала вопросы и все такое. Но вот, когда я к ней попала, я с ней поговорила, первых пять минут, я сама поняла, что мои подружки сказали мне. И говорит, Инна, ну что она тебе расскажет о тебе? Ты сама про себя все знаешь. Она сама мне сказала через 10 минут, что, в принципе, она делает 4 теста. Она сказала, что 2 из них она делать не будет, потому что, ну, нет смысла. Просто она говорит, ты сама про себя все знаешь. Вот, но мы сделали с ней 2 тестика небольших. Там одно название тест. 2 тестика, которые тоже дали мне информацию для размышления. И я приняла для себя кое-какие решения. Мы этот тест для того, чтобы направить мои мысли, и чтобы я сама для себя поняла все-таки, какая область, в какой структуре я могу применить вот эти свои навыки, свои умения. Вот. И этот тест просто перечисляет области, но по таким не тяжело сейчас сказать, я не знаю, как он называется. Но это просто такой лист, который написан, спрашивает тебя вопросы, и ты отвечаешь, да или нет. И если там более развернуто требуется ответ, то тебе дается там, допустим, 4 варианта. То есть он очень такой, как сказать, без каких-то больших вариаций, очень четкий список, но он тебе дает направление. Ты конкретно понимаешь, что ты читаешь, ты понимаешь, окей, это я не хочу быть, помогать вот в этой области. И с этими людьми я бы не работала в этой области. А вот в этой, да, я хочу. 6 областей, в которых я могу быть консультантом, по моему, сказать, желанию. А потом был второй тест. Называется этот тест, да, Holland Code Test. Вы можете набрать, погуглить, вы найдете. Я вам также вот здесь покажу, я посмотрю, смогу ли я присоединить его каким-то образом к этому видео. Но, в общем, я вам покажу. Это такая просто как, такая ситуация дается. И ты выбираешь в этой ситуации 3 группы ты должен выбрать. Из 5 групп ты должен выбрать 3 группы. И в зависимости от порядка действий у тебя получается код. Из 3, получается, из вот этих 3 групп 3 буквы, и это дает код. И этот код тебе дает, как бы, область, направление, где ты можешь на подсознательном уровне, да, даже на неподсознательном каком-то уровне, понять, что все-таки, о, да, я могу быть и в этой области, и в этой. Сразу скажу, что все работы, которые вышли, вышли с неплохими зарплатами. Но мы с Костей сели и подумали. Есть предложения на рынке труда, и даже у меня были предложения. Сразу после этого теста у нас двое детей. И дети находятся в таком периоде, что им нужно уделять время. Особенно вот, и даже сейчас в первом классе это. Я вижу, я с ним сейчас дома, я его вижу. С учетом того, что, как я говорю, познакомилась с ним, когда я устала 3 года, потому что до 3 лет я вкалывала, я света белого не видела. Я с ним познакомилась в 3 года, когда мы приехали в Канаду. И я увидела, познакомилась со своим ребенком. Увидела, какой он, и что он значит для моей жизни, для меня. И, в общем, очень много пересмотрела я, конечно. И я сейчас понимаю, что сейчас в первом классе он. И у него такой сейчас сложный достаточно период, как у любого ребенка в этом возрасте. Потому что, с одной стороны, он взрослеет, с другой стороны, он еще ребенок. И вот это противоречие вызывает в нем вот этот конфликт, вот этот вот маленький переходной возраст, с которым тоже нужно определенный подход и терпение иметь. Если бы я сейчас работала на работе на полную ставку, то я бы думаю, что терпения бы у меня не было. Это был бы просто обычный заброшенный ребенок рабочих родителей. Плюс габочка маленькая, конечно, которая, в принципе, может быть ей сейчас нужна меньше в плане образования, беседы. Потому что ей нужно сейчас, чтобы ее приласкали, обняли, покормили, поигрались немножко, попели песенки, похлопали в ладошки. Но я чувствую, что я сейчас намного больше могу своим дать детям. Оставьте, что деньги не оправдали бы этого, потому что мне бы пришлось платить за бэбиситтеры, за продленку в школе, садики. Про садики вы меня знаю. Сейчас начну спрашивать за садики. И у меня уже есть видео неплохие в начале, буквально в начале, в начале первые мои видео, есть две части про садики. Очень короткие, но очень, я считаю, информативные. Я их еще раз прослушивала недавно. Вся информация верная. Ну, может быть, какие-то маленькие бы я поставила правки, но они незначительные. Я еще подготовлю видео про садики. Это отклонение. Но я что хочу сказать, что садик стоит для деток до 2 лет очень дорого. Любой. И частный, и если это будет как Дейкер-центр такой, да, там, где много групп детей, садик в том отношении, садик, который мы понимаем. То есть он мне будет стоить от 1000 до 1400 долларов в месяц. Плюс продленка и до будет стоить мне от 300 до 600 долларов в месяц. Плюс нам нужно будет приобрести вторую машину, которая будет мне страховка здесь стоить. В Антарио мы знаем, что самые дорогие страховки во всей Нос-Америка. Самые дорогие в Антарио. И будет мне стоить на любую машину, неважно, так как у меня маленький опыт, вождение. И нету еще хорошего экспириенса в иншуренс компани, записано, недостаточный. То у меня будет страховка доходить до 400 долларов в месяц, так. Это уже вы считаете расход еще, да. До того, как я еще пошла, купила себе кофту какую-то или одежду, или заплатила за счет по электричеству. И плюс, то есть машина, мы сказали, 400 долларов. То есть это уже, у нас набежало 2000. Плюс вам машину надо заправлять. Здесь, как правило, не платят возврат за проезд. Вам не дают. Только лишь если вы пользуетесь общественным транспортом по месячному абонементу вот этому, проездному. Только лишь в таком случае вам оплачивают, если вы предоставляете. То есть у вас получается, ну скажем, да, грубо говоря, 2000 там с копеечками. Значит, в среднем по моим параметрам я могла бы зарабатывать, если бы я вышла на полную ставку, то я могла бы зарабатывать в районе 3000 долларов в месяц. Я сразу оговорюсь, это не зарплата минимальная. Это приличная достаточно зарплата. Это очень даже приличная зарплата. Ну, давайте мы вычтем налоги. Есть налоги. Про налоги мы отдельно говорили с Костей. Невозможно. Вы сейчас начнете спрашивать налоги, сколько налоги. Налоги большие. Чем больше зарплата, тем больше налоги. Чем меньше зарплата, тем меньше налоги. Но неважно. Налоги вы платите в любом случае. Значит, с вычетом налогов, с вычетом тех расходов, которых я вам сказала, у меня останется свободных денег, может быть, может быть, в районе 300 долларов. Это я с вами так, large, то, что называется, да. То есть, вау, если останется 300 долларов, это супер. Теперь давайте мы подумаем, есть ли смысл мне за 300 долларов. А 300 долларов, это, ну, вы уже знаете, один поход в Костка, да. Или два похода, два раза сходить в магазин. Или если я их отложу. Ну, стоит ли мне эти 300 долларов забрасывать в свою семью и дом? Оставьте этот вариант. Это только, не только это. Конечно, любой женщине хочется, ну, не любой, может быть, но, по крайней мере, мне. Хочется выйти в люди, хочется одеться, хочется пообщаться. Я человек общительный. И хочется чувствовать себя, как сказать, рабочим классом. Но, знаете, я, кто меня смотрит из людей, с кем я работала, я знаю, что меня смотрят ребята. Знают, как тяжело я работала и много часов. Я могу сказать, что тяжело. Это можно делать, когда ты молодой, без детей. Когда у тебя только есть супруг, и вы вечером себе всели, что-нибудь покушали, посмотрели какое-то кино, пошли спать. У вас нету забот. А когда вы приходите, у вас двое детей, вы приходите после 8-9 часов работы, плюс 2 часа туда-назад на проезд, вы приходите никакие в 8-7 часов вечера приходят здесь. В принципе, если я буду работать с полноставкой, получается, в 6-7 часов я буду возвращаться. В каком состоянии я буду возвращаться? Дети эти будут мне наплевать, на них это 100%. Ну, в каком плане? Конечно, я буду их кормить и ложить спать, но я буду хотеть как можно быстрее это сделать, чтобы они уже уснули наконец-то. Интеракции почти никакой нету. Я вспоминаю, что в Израиле я все время, все выходные, на всех видео моих домашних, на фотографиях, я всегда лежу на диване с пультом, потому что сил встать, пойти куда-то нету. Ты просто хочешь тупо лежать, чтобы тебя никто не трогал и отдыхать. Я не хочу такой жизни. И я приняла решение, что, конечно, быть консультантом это хорошо. Кстати, что еще сказал мой муж? Он говорит, Инна, смотри, и вот, допустим, ты начал работать, допустим, деньги, окей. Мы сказали, хорошо, эти 300 долларов чистыми ты заработаешь. Но он говорит, вот у тебя ребенок заболел, тебе позвонили с садика забрать или со школы, то есть тебе нужно выйти с работы. Все те виды консультаций, которые происходят, у тебя сидят люди, к тебе пришли люди, которые сидят и ждут встречи с тобой, которые пришли к тебе конкретно. Кто-то, может быть, взял выходной для того, чтобы к тебе прийти и так дальше. То есть ты работаешь с людьми, ты не можешь просто встать и сказать, вы знаете, мы обменяем сегодня все встречи, я иду, у меня ребенок заболел. Потому что все виды консультаций зависят только от тебя, и ты консультант конкретных людей. Я начала на самом деле, я думаю, в каких-то видео, может, вы это просмотрели, прослышали между строк. И я начала делать курс к UA с Михаилом Портновым по его онлайн курс. Я его начала делать, когда я родила Габи, я закончила как раз колледж. И как раз вот в этот переломный момент я поняла, что, когда посмотрела, что есть работа, и мне предложили там после стажа устроить меня в другое место, которое связано тоже там было с environment, со всей вот этой вот окружающей средой, в общем, в офис там заниматься бумажной работой, скажем так. Я построила зарплату, я сказала, для чего я училась. Я могла не учиться для того, чтобы пойти найти работу в каком-то офисе, быть обычным клерком и зарабатывать эту зарплату. Не нужно было учиться в колледже полтора года. Я могла прийти на работу, мне бы дали, меня бы обучили, как на любой работе вы приходите, вам дают какой-то инструктаж правильно. Я бы могла прийти с таким же успехом на любую работу, даже в этой области, да. Меня бы обучили абсолютно всему, я бы начала работать. Зачем я училась? Мне стало как-то обидно. И я поняла, что мне нужно еще что-нибудь, еще что-то подучить. В общем, короче, я тогда познакомилась как раз уже на тот момент, когда я смотрела Портнова где-то полгода, его канал. Он очень такой мотивировал нас и моего мужа, очень сильно мотивировал. По жизни так мы вообще, я очень к нему хорошо отношусь, уважаю этого человека. Я думаю, что если бы мои родители жили в Америке, приехали бы в таком возрасте, как Михаил, были бы точно такие же рассуждения. И точно так же, поэтому я к нему говорю, что это мой куру папа. Я называю Михаил Портновым, куру папа мой. И я его очень слушаю. У меня есть его листы, закладки, которые я смотрю несколько раз в неделю. По делу. Можно найти любое видео у него по делу. Ну, в общем, короче, я начала его курс. Очень информативно. И очень я так углубилась. Я по 6 часов в день сидела, занималась в течение двух месяцев. Но на сегодняшний момент, после вот этого теста, который я сделала, и я поняла, что я человек мира, как я себя называю, да. То есть прекрасно, что я люблю поболтать, я люблю поработать с людьми. Я действительно очень эффективна в своей жизни, по крайней мере, знаю, что точно многим людям помогла в ихней судьбе. Я не побоюсь даже этого слова. И устроила карьеру не одного человека. Я поняла, что мне нужно что-то другое. Мне, мои приоритеты изменились в жизни. И теперь мой приоритет, это не просто зарплата и ходить на работу, или строить карьеру. Мой приоритет, это, прежде всего, моя семья и мои дети. Это первое. Ну, по крайней мере, дети маленькие пока, да. Потому что я думаю, что когда 20 лет будет детям, я не нужна буду в той же степени, как и сейчас. Тогда можно будет идти и хоть работать 24 часа в сутки. Но сейчас для меня приоритет моя семья и мои дети. И мне нужна какая-то flexibility, да. Что-то, что мне будет очень удобно с рабочими часами и с работой. И мне муж говорит, смотри, давай закончите курсы Михаила. Он рассказал вплоть до того, что, может быть, давай поедешь к нему. То есть начни онлайн у него учиться, а поедь уже к нему, там, допустим, на практику. Он меня бы даже готов отпустить, хотя я не представляю, как его с двумя детьми оставлю. Ну, конечно, это очень тяжело, но это все так, на уровне разговоров. Говорит, закончи курс, проекты мы тебе найдем. Не с тем, что у Кости, у самого моего мужа, есть несколько аппликаций, которые он разработал и разрабатывает. И я могу протестировать его аппликации, и это будет тоже опыт. И можно попросить найти проекты бесплатные для того, чтобы набрать опыт, потому что, естественно, опыта у меня нет. И он говорит, будешь искать работу в QA. QA, это я уже говорила про QA как-то в одних из своих старых выпусков. Это Quality Assurance, это Software, Quality Assurance, SQA, проверка качества написанных программ. Так вот, он говорит, это тебе даст какую флексибилити? Может быть, конечно, не на первых порах. Но, как правило, когда ты работаешь уже в компании, даже полгода, год, у тебя есть флексибилити в каком плане? У тебя заболел ребенок, тебе позвонили, ребенок заболел. То есть тебе нужно выйти с работы. В принципе, нету проблем. Если, конечно, нету какого-то митинга и чего-то такого, всегда можно опроситься и сказать, что ты работаешь дома, что ты можешь работать из дома, у тебя есть доступ к компьютеру, ты детей положил спать, а ты сел себе и работаешь дальше. Или, допустим, ребенок заболел или что-то, и ты можешь остаться дома и работать из дома. Конечно, это не одно и то же, когда ты работаешь в офисе. Конечно, абсолютно так. Но у тебя есть вот эта флексибилити, у тебя есть неплохая зарплата. И все-таки здесь не столько много людей от тебя зависит. Потому что, когда ты работаешь, как правило, в большой компании, то ты не один только лишь проверяй тестировщик, ты не один тестер, ты не один человек, кто работает. То есть вас там много или хотя бы несколько. Поэтому, в общем, короче, я выделюсь с вами своими такими мыслями. У меня просто все эти тестирования и вся эта встреча с этой женщиной, Лусьяной, и навела только лишь на одно. На то, что мне нужно полностью уходить от того, что мне нравится, от того, чем я обладаю, от природы, да, помогать людям, работать с людьми. Это все хорошо, но неэффективно. И сейчас мне это не подходит абсолютно. И, в общем, полностью пересмотрела свою жизнь, можно сказать, за этот последний месяц. Очень много всего перевернулось. Но это касается не только моей работы. Вот я с вами делюсь. И поэтому сейчас я... Вы увидите меньше видео. У меня видео, опять-таки, конечно, по тематикам, конечно, я стараюсь отвечать на ваши вопросы. Вы видите многие, что я отвечаю, берет время. Я иногда могу месяц не отвечать, а потом раз и написать ответ. Я все вижу, но не всегда у меня есть возможность технически вам ответить. Сейчас я начинаю продолжать курс тестирования онлайн. Поэтому у меня есть меньше времени, потому что в это свободное время, вот как сейчас, Габи спит. Это мое свободное время, когда я могу что-то делать. Естественно, в основном в это время я занималась своим каналом. Но сейчас у меня, к сожалению, нет столько времени. Я занимаюсь каналом. Насколько я могу вечером иногда, немножко сижу, иногда в обед. Часто днем мне нужно сделать какие-то звонки. И, в общем, это все это время. У меня есть два часа буквально. Мне нужно очень много-много всунуть в эти два часа. Я, конечно, про вас не хочу забывать. Я хочу вставлять видео и делиться с вами всем. И, может быть, это видео получится немножко длинное. Но что уж делать, не обессудьте. Поэтому пока что я дома, я с детьми. Я переучиваюсь на QA. Очень надеюсь, кстати, если кто-то из вас есть, кому нужен будет протестировать какой-то продукт, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием буду делать. Вот. Ну, в общем, одним словом, ребята, что хочу сказать. Подписывайтесь. Продолжайте спрашивать вопросы. Не отчаивайтесь, несмотря на то, что я не сразу вам отвечу. Иногда сразу, иногда не сразу. Вот иногда, бывает, сижу за компьютером. Что-то делаю. Раз, вижу, пришел вопрос. Я сразу раз ответила. А иногда я утром открываю, а у меня уже там 20-30 запросов, каких-нибудь разных вопросов, запросов, комментариев. И я понимаю, что сейчас у меня нет для этого времени, поэтому это откладывается уже в такой дальний ящик. И все. В общем, короче, это было такое видео. Сейчас я еще хочу подготовить... О, кстати, уже проснулась моя красавица. Подготовлю видео. Когда у ребят спрашивали меня про цены в Монреале, у меня есть уже заготовочка, которая говорила еще с ньюзлейтера в моих самых-самых первых, когда я приехала в Канаду. Я оттуда сделаю вытяжку вам и вставлю про цены на съемные квартиры в Монреале. Вот. Но это было все. Я вас люблю. Спасибо, что вы меня смотрите. Скучаю за вами. По крайней мере, за теми подписчиками, кто постоянно за мной следит. Я знаю, как вы выглядите. У нас есть какое-то общение. Всех вас целую. Все. Пока-пока.